9 мая, в день празднования Великой Победы, в Нарьинмаре и населенных пунктах округа прошло шествие «Бессмертный полк». В этом году участие в шествии в нашем регионе приняло рекордное количество человек – более 6 тысяч. Это было самое массовое шествие за все время существования акции. В рядах «Бессмертного полка» на улице Нарьинмара вышли 4 тысячи человек с портретами своих отцов и дедов – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. По улицам страны победным маршем шагает «Бессмертный полк». В груди тех, кто движется в его колонии, тех, кто ее видит, уживается море чувства и эмоций одновременно. От щемящей грусти до невообразимой гордости за свой народ. Во главе колонны первые лица региона. Это мои два деда, по папе Ильине Григорий Васильевич и по маме Ильине Николай Иванович. Оба военных, оба офицера, которые прошли всю войну от начала и до конца. Горжусь и очень рад, что есть возможность посредством прохождения «Бессмертного полка» отдать дань памяти этим, на мой взгляд, великим, в моем, по крайней мере, понимании людям. Каждый год вы проходите? Да, каждый год. С момента, когда эта традиция зародилась, я пока не пропускал ее. Тысячи жителей округа вышли в этот праздничный день с портретами своих дедов и прадедов, отцов и братьев, сражавшихся с фашизмом и победивших его. За каждой фотографией участника войны, семейной истории, предания, своя боль и своя гордость. Мой отец призывался в Нинецком окружном военкомате в 41-м году, в октябре месяце. Воевал на Калининском фронте. Год воевал. 7 ноября мать получила похоронку. Воевал, защищал, погиб в Польше, дошел до Польши. 10 апреля 45-го года он умер в госпитале. Не дожил. До Победы месяца. Осталось у него в семье, он ушел когда на войну, там осталось у него трое детей с бабушкой, нужно его. А потом вскоре умирает он, а потом она умирает, и дети остались сиротами. Это мой дед, Ефим Николаевич Денисов. Он был призван из Устьянского района Архангельской области и прослужил совсем немного, потому что в 42-м году на Ленинградском фронте он погиб. После войны мы нашли похоронку. А так он чистился без вести пропавшим. Среди тех, кто сегодня в строю бессмертного полка, молодое поколение нарьинмарцев и совсем юные ребята. Но несмотря на то, что про подвиги своих прадедов они знают только из рассказов родителей, бабушек и дедушек, безмерно гордятся ими. Мама, моего дедушка звали Иван. Он был поваром и солдатом. И он воевал под Ленинградом. И как-то раз, когда он привел к солдатам к кашу, ему в полевую кухню попала мина. Он взял черпак и вычерпнул ее. И он получил 4 медали и 2 ордена красной звезды. Я пришла со своим прадедом. Он с 42-го года считался без вести пропавшим. Но в этом году нам сообщили, что поисковики нашли его. И он погиб в 45-м году. Он был майором, был замполитруком. Создал свой партизанский отряд. И погиб, сражаясь. Нашли его в землянке засыпанном. И сохранились все его письма бабушке, прабабушке, своей маме родной. Поэтому мы безмерно гордимся. И это первый год, когда мы идем с ним рядом вместе. Потому что только сейчас у нас появились данные о том, как он погиб. И вот мы нашли фотографию его. Всего на фронтах воевали почти 10 тысяч жителей и уроженцев Ненецкого округа. Треть из них пала на полях сражений. Более тысячи наших земляков были награждены боевыми орденами и медалями. Нас объединяет общая память о Великой Отечественной войне. О великих жертвах, принесенных на алтарь победы. Бессмертный полк, как живая река. Живая река человеческой памяти движется по Наринмарским улицам. В одном строю живые дети, внуки, правнуки победителей. И они, наши герои, те, кто отстоял для нас мирное небо. Для бессмертного полка нет границ ни времени, ни расстояния. В одном строю идут те, кто защищал Заполярье, и те, кто отстаивал южные рубежи. Те, кто вернулся домой, и те, кто так и не увидел победы. Акция «Бессмертный полк» проводится в Наринмаре пятый год, объединяя все больше и больше людей. В этом году участие в ней приняли порядка 4 тысяч человек в Наринмаре и более 2 тысяч человек в других населенных пунктах. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».